Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о лимфодренажном массаже Зоган или Асахи, как его часто называют, и показать технику его выполнения. Этот массаж пришел к нам из Японии, оказывает очень мощное лимфодренажное действие и ярко выраженный лифтинговый эффект. В конце видео я расскажу, кому подходит этот массаж и как часто рекомендуется его делать. Перед выполнением этого массажа обязательно очищаем кожу от макияжа. Наносим масло. Побольше масла. Больше масла. Перед выполнением этого массажа необходимо мягко прокачать лимфоузлы, для того, чтобы дать лимфе беспрепятственно течь. Прокачиваем надключичные лимфоузлы. Ребра мизинцев укладываем в надключичные впадины. Делаем вдох. Выдох. И на выдохе мягко прожимаем надключичные впадины. Делаем так 3-5 раз. Мягко прокачаем околоушные лимфоузлы. Круговыми движениями движемся вверх. Опускаемся. И повторяем прием. Начнем с основного лимфодренажного приема. Его мы выполняем после каждого движения. Двигаемся пальцами по основным лимфопротокам и задерживаемся в них на 1-2 секунды. Основные лимфопротоки находятся от виска до козелка уха, в 2 см от нижней челюсти и в надключичной впадине. Итак, начнем. Первый прием для области лба. Ставим пальцы по середине лба. Утапливаем их глубоко в ткани и силой разводим в сторону. Затем разворачиваем ладони на 90 градусов и завершаем это основным лимфодренажным приемом. Повторяем еще 2 раза. Выполняем прием для уменьшения отеков под глазами. Ставим пальцы у внешнего угла глаза, двигаемся по круговой мышце, возвращаемся к вискам и выполняем основной лимфодренажный прием, задерживаясь в каждой точке. Повторяем прием. Возвращаемся. Возвращаемся. Выполняем прием для поднятия уголков губ. Ставим пальцы на подбородок, глубоко утапливаем их в ткани и двигаемся до уголков губ по носогубной складке, по латеральной мышце носа, затем ослабляя нажим, отводим пальцы в сторону и выполняем основной лимфодренажный прием. Возвращаемся. 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 Девочки, напоминаю, что масла должно быть достаточно, чтобы оказать достаточно глубокое воздействие на мышцы, но при этом не растянуть кожу. Избавляемся от носогубной складки. Массируем крылья носа движением вверх-вниз, затем массируем латеральную мышцу носа и ослабляя нажим, отводим пальцы в сторону и выполняем основной лимфодренажный прием, останавливаясь в каждой точке на 1-2 секунды. Продолжение следует... Укрепляем нижнюю часть лица, поднимаем щеки. Одной рукой фиксируем наше лицо, второй рукой от нижней челюсти глубоко скользим по носогубной складке, по латеральной мышце носа, отводим пальцы, уменьшив воздействие и выполняем основной лимфодренажный прием. Продолжение следует... Укрепляем среднюю часть лица, раздвигаем сколовые кости. Укладываем пальцы по боковым сторонам носа и силой раздвигаем их к вискам. Разворачиваем ладони, уменьшаем нажим и выполняем основной лимфодренажный прием. Следующий прием для лифтинга лица. Середину основания ладони укладываем на сколовую кость и силой разводим ладони к вискам, затем ослабляем нажим, завершаем основным лимфодренажным приемом. Корректируем овал лица. Середину основания ладони укладываем под подбородок и с хорошим нажимом движемся до козелка уха. Ослабляем нажим и выполняем основной лимфодренажный прием. Субтитры сделал DimaTorzok Делаем прием для устранения второго подбородка и выжимания лица от лишней жидкости. Укладываем пальцы таким образом, чтобы большие пальцы были под подбородком, указательные фиксируем по носогубной складке. И с хорошим нажимом отводим ладони в сторону, завершаем лимфодренажным приемом по направлению лимфотока. И завершаем наш массаж следующим приемом. Делаем зигзагообразные движения пальцами по лбу в одну и в другую сторону. Затем ставим пальцы на середину лба, глубоко утапливаем их в ткани и с хорошим нажимом разводим пальцы к вискам. Завершаем наш прием основным лимфодренажным движением. Итак, я показала, как выполняется лимфодренажный массаж зоган, а сейчас хочу дать несколько рекомендаций. Во-первых, этот массаж нельзя выполнять при простудных заболеваниях, при заболеваниях лимфатической системы, а также при воспалениях на коже. Во-вторых, этот массаж не рекомендуется делать для худеньких лиц с тонкой подкожно-жировой клетчаткой. Для лиц, склонных к отекам, а также для тех, кто хочет уменьшить объем лица, также стоит относиться внимательно к изменениям в лице. Все-таки массаж этот глубокий и создан он был не для европейского типа лица. При чрезмерно частом воздействии можно достаточно быстро согнать лишнюю воду из тканей и сходить подкожно-жировую клетчатку. Поэтому этот массаж мы выполняем только курсом, ни в коем случае не на постоянной основе и делаем этот массаж 2, максимум 3 раза в неделю. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. В комментариях задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Еще раз. И завершаем основным лимфодренажным приемом, заново придется говорить. Конечно. Основание середины ладони. Основание середины ладони. Середина основания ладони? Да, середина основания ладони. Вырежем. Обязательно. Лимончик, скушай. Я свистеть начну? А, точно. Вот так вот. Все, перестань. Укладываем пальцы таким образом, чтобы указать большие пальцы. Так хорошо начинала говорить. Размять речевой аппарат. Пара скороговорок. А, пара скороговорок. От топота копыт пыль по пылью летит. Молодец. Карл у Клары украл кораллы. Умница. А еще? А, сейчас. Сиреневенький, бесперспективняк. В Кабардино-Балкарии и Валакардин из Болгарии. Супер. Все, погнали.